Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые зрители, радиослушатели. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Мария Сунхалырова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии добровольцы, люди, которые по доброй воле помогают бойцам специальной военной операции. Я рада представить сегодняшних гостей. Это руководители волонтёрского движения «Добровольцы» Светлана Архипченко. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Галина Васильева. Здравствуйте. И волонтёр Лена Свишникова. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. Спасибо за возможность говорить на эту тему, на тему помощи, волонтёрства, на тему сердец, которые не остаются равнодушными к тому, что происходит в нашей стране, в мире. Может быть, я начну, наверное, наш эфир с вопроса волонтёр. Что это за человек, что это за люди? Вас наверняка объединяет какое-то общее качество. Потому что кто-то ведь идёт в эту историю и отдаёт своё время, свои силы, а кто-то просто наблюдает со стороны. Что важное для людей, хочется сказать, вашей профессии, вашего служения, которые так способны? Ну, во-первых, волонтёр, человек бескорыстный, это в первую очередь. Человек с очень большим сердцем, желающий помочь, и не пройдёт мимо чужой боли никогда, поднимет бумажку с земли. Понимаете, есть такие люди, которым свойственно сопереживать. И именно у нас собрались такие люди. А в основном, конечно, это женщины, но у нас есть и мужчины, и молодые люди, которые нам помогают. И спасибо им огромное за это. Наше волонтёрское движение в последнее время разрослось. Нас уже около 500 только активистов нашего движения «Добровольцы». И все мы становимся друг другу, как одна семья. Мы помогаем от души, от всего сердца. И было просто огромное желание не пройти мимо, не остаться в стороне. Спасибо. Мы за кадром поговорили о том, что есть и какие-то личные истории, какие-то личные струны души задеты. С чего всё началось, Светлана, для вас? Для меня началось, когда у меня сына забрали в армию. И это был 22-й год. 22 июня 22-го года. И, конечно, я не могла остаться в стороне. И я приняла решение, как бы, ну, что-то помочь для наших ребят. И вот как раз так получилось, что пришло время, и мы открыли волонтёрское движение «Добровольцы» 20 мая 23-го года. Как бы не хотелось остаться в стороне и чем-то помочь. Вы уже достаточно долго помогаете. Расскажите, как проходит День волонтёра, с чего это всё начинается? Перед эфиром я смотрела фотографии о том, как вы работаете. Это ведь очень сложно всё. Это нужно заказать груз. Этот груз приходит. Вы плетёте сети для бойцов. Вы собираете ещё какую-то необходимую им помощь. Нужно, чтобы это всё пришло. Нужно найти помещение, где вы будете этим заниматься. Сама работа тяжёлая. Нужно стоять часами, плести эти сети. Это и спина заболит, и время нужно найти где-то. Расскажите, из чего состоит ваш день, и что самое сложное, и, наверное, ещё какая помощь нужна на сегодня вашему движению? Ну, день нас... Ну, во-первых, мы все люди, мы все работаем. То есть это от свободы, когда мы уже, как бы, когда мы свободны. Но в течение дня мы всё равно, мне приходится что-то организовывать. То есть люди пришли, нужно, пришёл груз, нужно организовать транспортную компанию, машины получить, это всё проконтролировать, оформить. И также встретиться с нашими спонсорами, отчитаться перед ними за проделанную работу. Потом это всё нужно, вот, допустим, как начинается день, филиалы, да. Я должна это всё проконтролировать, чтобы у нас был полностью всех материал, сети, ткани, проконтролировать, что они делают. Потому что у нас 29 филиалов по Якутии, да. Вот у нас филиал Дегдали, Усть-Алданский Улус. У нас три филиала в Житае, причём такие тоже ударные. У нас очень крупная организация. Это у нас Социальный фонд России, Якут-Недра. Вас много по Якутии, получается? Да, у нас четыре филиала по Якутии. Это Полинный, Вас трое, да? Усть-Алданский Улус. Потом у нас... Так... Ну, я дополню. Давай. Да, дополню, да. У нас, да, значит, техникумы, индустриальный техникум, промышленный техникум. Там у нас ребята помогают. У нас там есть швейные цеха. Они шьют там одежду для воинов. Значит, такой же швейный цех у нас есть небольшой в Жатае. И 23 филиала, которые плетут сети. Это у нас не только обычные люди, которые приходят вот к нам в штаб. Это у нас, например, Социальный дом на Пушкин-31. Там у нас ветераны, пожилые люди, инвалиды. Потом у нас, значит, медицинский центр БРАЛ. Берегиня. Да, Берегиня. Там у нас, значит, плетут воспитатели и дети. Большие организации, вот такие, как Социальный фонд. У Социального фонда России у них целых три, значит, точки, где они плетут по разным, значит, своим филиалам уже. Они разбросаны. И вот Светлана, наш руководитель основной, значит, она всех нас обеспечивает тканями, ну, такими расходными материалами для плетения маскировочных сетей и шития одежды. Это очень трудная работа. Это нужно оббежать всех, значит, спонсоров, попросить денег на то, чтобы... Потому что все это стоит денег. Потом у нас есть уже, конечно, благодаря ей у нас есть уже устоявшиеся поставщики, с которыми она связывается, которые нам уже помогают лично, значит, потому что работаем мы с ними уже не первый месяц, да. Уже отработана логистика, поставки тканей. И спасибо, конечно, авиакомпании Якутия, которая нам помогает доставлять наш груз бесплатно и быстро, главное, да, самолетами. Ну, конечно же, денег очень много уходит на транспортировку грузов, разные, значит, авиасборы, ну и так далее. Такие вот вещи. А о суммах мы будем говорить сегодня, например, какие суммы потрачены на что? Да, вот, например, у нас, я посчитала, мы недавно где составляли отсчет, и у нас где-то уже более 4,5 миллионов вот такой вот благотворительной помощи, которая к нам поступила, и они идут в основном на закупку вот этих вот самых больших вот этих закупок. Это ткани, сетеполотно, ткани для пошива одежды, шнуры, которые мы используем тоже для плетения маскировочных сетей. И, конечно, у нас есть такие цифры, жители города Жатай, они у нас такие в лидерах, они уже порядка 905 тысяч рублей разной спонсорской помощи они собрали. Это как жители самого поселка, города, да, Жатай. Это коллективы школ, коллективы детских садов, теплосети города Жатай, нефтебаза, окружная администрация. В общей сложности вот уже скоро миллион будет, да, которые они от чистого сердца вот помогают нам. Такие же компании крупные, как Крансервис, ОАЛМАЗ, Теплоэнергия, ОСталкер. В общем, таких компаний много. Значит, торговый дом Амсай, кстати, у нас в Амсай образовался самый первый наш филиал еще, значит, в начале июня 23-го года. И девочки там в бухгалтерии, ну, значит, они плетут у себя, поставили прямо в бухгалтерии стойку и плетут там сетки. Поэтому ребята из Амсая помогали нам привозить первые грузы, первые сетки, первые стойки, на которых мы плетем. В общем, огромное им спасибо за это. Потом у нас, значит, образовался второй филиал. Это ансамбль Хаят. Там девочки не только, значит, собираются и поют, танцуют, а участвуют в разных благотворительных концертах, в том числе и в концертах благотворительных для наших раненых бойцов, которые, значит, проходят здесь у нас в Якутске реабилитацию. И в то же время вечерами и допоздна, и ночуют, и плетут сетки у себя прямо, значит, в этом в Сайсарском центре. Они находятся на Яково-Потапово, в Сайсаро, в районе Сайсар. И со временем у нас таких организаций стало становиться все больше, больше и больше. Сейчас у нас 30 компаний, уже филиалов. 30-е вот буквально на этой неделе. Саха-Энерго. Они еще, конечно, ничего не плетут, но готовятся. Значит, готовим мы стойки. Стойки нам помогают делать. Школы, например, школа номер 25. А там, значит, мужчины, школа номер 25, делают нам стойки. Все это к нам, значит, прозвозится по нашим филиалам. Ну и многие филиалы сами делают стойки для себя. Ну, у мужчины, у всех рукастые. Вот, например, у нас большой сейчас филиал. Это Усть-Алданский район, села Дыгдал. И там они плетут, значит, это у нас Лена Свешникова, руководитель нашего филиала. И заодно она глава, значит, Наслега. Вот, может, она еще чуть-чуть расскажет. Да, давайте мы тогда линии слова передадим. Расскажите, как вот проходит работа в вашем районе. И вот... Я скажу сначала, как я попала. Да, да. Я проходила мимо и увидела вот этот баннер. Здесь плетутся сети для совок красных. Микрофон подержи, пожалуйста. Ага, и к себе. Я зашла и, конечно, вот и увидела, как работают, да. Галина Владимировна помогала, обучала. Я научилась всем этапам плетения сетей. И подумала, что можно и организовать в Лусе Наслеги. Помогли вот сначала с поставками, помогли, да, с материалами. Потом мы брали, берем материалы. Сейчас и плетем. Обеспечивает. Ага, вот штаб. И подключаются другие Наслега. Сейчас с нами плетут вот Дюпсинский Наслег, село Дюпся и село Тумул. И надеемся, что некоторые тоже вот подключатся. И уже спрашивают, по телефону звонят, что да как. Ага. А в основном вот нас население приходит в свободное время, плетет. И вот очень большую помощь оказывает школа. Аспирская школа. Вот дети плетут, учителя плетут. Очень много. А есть какой-то вот план? Вы знаете, что нужно вот столько-то, столько метров вот такой сети, да, сделать. И тогда вы уже кидаете клич, что вот нужно вот столько-то, столько, да, с этого пункта, с этого пункта забрать. Вот так. Да, именно так. Дело в том, что у нас есть, так сказать, прямая обратная связь с нашими бойцами, с нашими ребятами, которые находятся там в зоне СВО. И они заказывают нам количество сеток. Например, это индивидуальные сетки, которые мы обеспечиваем каждого бойца, который приходит к нам или же заказываем, отправляем. Например, первый наш заказ был обеспечить наших баатуровцев, да. Потом, значит, сработало такое сарафанное радио. И ребята, увидев качество наших сеток, ну и в то время, и вообще сетки, конечно, не то чтобы их там мало, но дело в том, что сетка – это расходный материал. Понимаете, она рвётся очень быстро, она приходит быстро в некодность, и поэтому никогда её не хватает, всегда их не хватает. Никогда не бывает мало. Это маскировка. Это маскировка. Маскируются, как сами ребята, эти индивидуальные сетки, да, они небольшого размера, полтора на два с половиной. Там совсем у нас другое плетение. И есть большие сетки, сетки на технику. Мы уже укрыли множество танков, бронетранспортеров, различных машин, Уралы, Камазы, небольшие УАЗы, санитарки, проходи, приходи. Метроты, да. Да, да, да. Мы обеспечили, у нас был заказ от нашей якутской метроты, мы обеспечили не только девочек, которые, значит, там у нас сейчас служат в качестве медиков, санитарками, там, медсёстрами. Причём мы взяли там, обеспечили их, можно сказать, полностью, оделись ног на головы. Это было наше желание, ну и, конечно, какие-то там и по их просьбе. И в то же время мы эту метроту обеспечили полностью, каждую машину обеспечили, значит, маскировочными сетями. У нас всегда существует обратная связь с ребятами, они всегда нам отзваниваются, ну, когда есть возможность, конечно же, и рассказывают, говорят о том, как наши сетки помогают, просят ещё. Да, сезонность, да, имеет очень большое значение. А где вы научились, вот, вы говорите, разное плетение, откуда вы это узнали? Да, вот, понимаете, мы тоже были, мы не знали, как, что там, да, мы в процессе уже понимали. Когда уже вот проходит какое-то время, мы смотрим наши старые фотографии, видим, боже, какие мы сети плели, вот тут не так, вот тут не там полосы были. Ну и в ходе вот наших работ, мы уже как бы, мы тоже учимся, мы как бы вообще были далеки от этого всего. И мы... То есть опытным путём вы сами понимали. Да, нет, знаете, вот в волонтёрском движении, да, это же некоммерческая организация, здесь самое важное, что мы, у нас есть общение с другими городами. Вот я, допустим, с девочками познакомилась с Иркутска, с Новосибирска, и мы друг другу подсказываем, там есть общий чат, и мы как бы интересуемся, там, какое у вас плетение, вот так, вот такая сезонность, мы не понимаем, вот территорию, где там будет снег, да, мы далеки от этого, там, какая у них, допустим, там четыре больших таких региона, и у них там длина такого цвета, то есть это надо всё подбирать, иметь сезонность, и надо ещё умудриться это вовремя, допустим, тот же был белый цвет, вот когда его это всё заранее, это надо плести, и вовремя это всё отправлять. Ну и, конечно, мы там общаемся, вот у нас сейчас с девочками с Крыма общались тоже с волонтёрами, и они нам подсказывали, как, что вообще, как они работают, да, мы, ну, что-то берём, так вот. Как вас много, да? Нас очень много. По всем городам, оказывается. По всем городам. Когда не соприкасаешься так близко, не кажется, что так много волонтёров, оказывается. Вы не представляете, вот каких мы людей, где бы мы в такой вот жизни познакомились и встретились, да, вот мы вообще там в разных структурах работали, в разной сфере, и вот благодаря, ну, как бы, вот в этой ситуации мы как-то познакомились, я даже не была удивлена, что у нас, ну, такие вот люди, как бы отзывчивые, и руководители, и помогают. Вот мы когда начинали, да, мы не знали, как привлекать наших волонтёров, да, мы там в чады, нас блокировали, там, опять начали, вот это вот всё, кому-то тут нас удалял из групп, да, дальше, ну, в социальной сети, там, как вообще вот привлекать спонсоров, и как привлекать волонтёров. Потом, значит, нам вот Вера Алексеева так подарила нам растяжку, да, мы повесили, и вот по этой растяжке, там, вот здесь придут маскировочные сети, да, для СВО, и у нас стали приходить такие, вот Лена пришла, да, Лена, правда, вот с нами две недели с утра до вечера была, и она молчала, я говорю, Лена, выгодите, в какой сфере? Она говорит, ну, я вот преподаватель математики, ну, ладно, преподаватель математики с утра до вечера со мной была, мы там на машинах, и всё закупали, вот метру, работу обеспечивали, да, и вот Лена со мной там по всем магазинам и так далее. Светлана, извините, перебью, у нас остаётся три минуты, я просто к тому, что вы молодцы, что вы помогаете, но какая помощь на сегодня вам нужна, чтобы мы успели об этом сказать? Так, нам нужна, конечно, финансовая поддержка организации, потому что, ну, как бы мы стараемся, чтобы не пенсионеры помогали нам, а была поддержка всё-таки с организацией, нам, конечно, организации помогают. И вот по этой растяжке я ещё хотела рассказать, да, у нас там рядом много организаций, и нам пришли, допустим, торговый центр, дом «Алмаз», да, и вот они нам помогали, Балдахонов он нам в стойке помогал, понимаете, и так вот постоянно мы вот как-то обращаемся к руководителям крупных предприятий, ну, не отказывают, помогают. Ну, если сейчас услышат те люди, которых эта тема тоже затронет, и они захотят внести свою лепту вот в такое доброе дело, они смогут вас найти по этой растяжке на Курашова, да? Да, нет, мы на «Каролинка-6», на «Каролинка-6», да, пожалуйста, у нас на «Каролинка-6», на Якова Потапова, и также у нас филиалы в Жатай, там три филиала, два таких, и что мы так встретили. Можно я еще добавлю, очень большую роль сыграла, конечно, тут НВК «Саха», которые первыми сняли о нас репортаж, и спасибо огромное, конечно, Олегу Олеговичу Маркову, руководителю НВК «Саха». И сейчас выходит прямо даже ряд передач про наше движение «Добровольцы», которое тоже приносит большое количество как бы нам волонтеров. Но волонтерских нам не хватает все-таки рук, понимаете? Хоть у нас уже и 30 филиалов, но рук все равно не хватает, потому что заказы очень большие, сетки на технику огромные, и, конечно же, нужно все больше и больше рук, которые бы нам не помешали. Ну, потому что все люди все равно, есть и семья, есть какая-то работа, это какие-то определенные часы, которые человек может отдать на это дело, поэтому, конечно, людей нужно больше. Но я надеюсь, что эта информация, которую вы сегодня рассказали, дойдет до сердец тех, кто хочет помочь, и в вашем движении будет больше добровольцев, тех людей, которые с вами одной крови, потому что вы сказали, что есть определенное качество характера, неравнодушие, которое вас всех и объединяет. Спасибо вам еще раз большое. Дорогие друзья, у нас еще во втором блоке прибудет в нашей студии добровольцев, поэтому, пожалуйста, оставайтесь на одной волне вместе с нами, на одном канале, и очень скоро увидимся. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире продолжаем. В нашей студии прибыло добровольцев, участники волонтерского движения, добровольцы сегодня в нашей студии, я рада их представить. Это Марина Герман. Марина, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Войтенко. Светлана, здравствуйте. День добрый. И Мария Винокорова. Мария, добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Говорить мы будем о том, что живет в сердце у волонтеров, у людей, которые вот так неравнодушны к тому, что происходит сейчас в нашей стране. И вопрос, наверное, я повторюсь, Светлана, вот вам задам, с чего для вас все началось, почему вы решили принять такое активное участие в волонтерском движении «Добровольцы». Ну, вы знаете, как бы изначально, наверное, все-таки я работаю в Управлении по недропользованию и в Федеральном агентстве по недропользованию, руководство которым осуществляет Петров Евгений Игнатьевич. Общественно-политическая работа, она была как бы с самого начала организована на должном и высоком уровне при взаимодействии с ассоциацией геологических организаций. Но территориальный орган вот здесь на территории Якутии у нас небольшой, наша общая численность не превышает двух десятков человек, и поэтому нам, наверное, где-то сложнее, а где-то проще. Поэтому мы подошли к этому вопросу не формально, а вот именно с открытой душой, с чистым сердцем, принимая участие в волонтерском движении. С чего лично для меня началось участие в волонтерском движении? Ну, я, наверное, как бы все-таки человек, воспитанный советской эпохой. У меня дедушка, участник Великой Отечественной войны. Когда организовался бессмертный полк, вот я со своим младшим ребенком как бы всегда принимаю участие, и мы несем 11 портретов. Это те, кто со стороны бабушки моей родной, со стороны деда, участники войны, не все, к сожалению, вернулись с этой войны. И поэтому по рассказам старшего поколения я понимаю, что как было тогда, и так, наверное, сейчас должно быть. Когда мы едины, мы непобедимы. Когда я вспоминаю рассказы бабушки, когда она говорила, как работала страна, все для фронта, все для победы, ну, наверное, мы это проецируем, лично я это проецирую, на настоящую ситуацию в стране. Мы не должны оставаться в стороне. Вы сказали про подрастающее поколение. Вы и сегодня работаете в теле патриотизма. Да, мы стараемся. У нас налажено взаимодействие с средней школой номер 29 города Якутска. Мы взаимодействуем с администрацией школы, с директором школы Яковлева Марфа Анатольевна, Завуч, Каратаева, Лаура Ильинишна. То есть у нас плотное взаимодействие в том смысле, что мы, допустим, как бы сами плетем сети, но школа еженедельно представляет нам письма солдатов, которые пишут дети. Наивные, открытые, честные. Вот. И этим они, наверное, дороги, потому что это не шаблонная работа. Есть обратная связь. Вот, например, как бы к Новому году дети 29-й школы подготовили видеоролик с поздравлением для участников СВО. Нам удалось с отпускником передать это видео ребятам, которые сейчас находятся на территории прохождения специальной военной операции. И буквально в первых числах января мы получили обратную связь, тоже видеосвязь. И вы понимаете, как это здорово, как это значимо для подрастающего поколения, когда они видят не формальный подход, а что частичка их души, частичка их тепла, вот этот вот добрый посыл, он находит отклик. Но это, наверное, очень дорогого стоит. При взаимодействии со школой, получается, у нас... Мы уже не первый год как бы взаимодействуем прямо... Ну, у нас, будем говорить, что специальная военная операция, она уже скоро будет как два года длиться, да? Мы помогаем детям, участников специальной военной операции, готовим подарки там к Новому году, канцелярские наборы к первому сентября. Причем это тоже неформальный подход, то есть мы разделяем мальчик и девочки, старшее звено, среднее и младшее звено. И плюс у нас в коллективе есть под прямым кураторством семья погибшего участника СВО, тоже из 29-й школы. Осуществляем взаимодействие с классным руководителем, работаем с мамой, с бабушкой, покупаем детям межсезонную одежду, продукты питания, организовываем культурно-досуговые мероприятия, то есть походы в театр, в кино, в цирк. Ну, как бы стараемся... То есть мы как бы работаем вот в этом направлении. Ну и плюс, допустим, по поводу плетения сетей, так как мы федеральный орган исполнительной власти, у нас нет возможности во время рабочего дня, там и рабочий день ненормированный, мы пошли другим путем. Мы стойку установили у себя в помещении, в коридоре. И вот в течение 22-го года мы сделали 100 сетей. Вот, еще раз скажу, у нас коллектив небольшой. Нас вот, если реально сегодня посмотреть по заполнению штатной структуры, нас 16-17 человек. Вот, 100 сетей мы сплели. Ну, плюс к этому мы еще занимаемся тем, что мы там, допустим, закупаем ткани для пошива там теплой одежды и так далее, закупаем. У нас республика охотников и рыбаков, поэтому ребята, которые уезжают, они иногда просят какие-то такие специфические вещи, да, там стельки с фольгированной подошвой, там какие-то. Мы это дело все осуществляем. Сбор средств сами, вот, закупаем, отправляем. Если говорить про 24-й год, вот, на сегодняшний день мы отправили грузов 117 килограмм, если быть честными. Три посылки там, ну, в среднем 30 плюс-минус килограмм. Вот, собираем, направляем и стараемся. Потому что принцип волонтерского движения, наверное, заключается в том, чтобы почувствовать себя человеком, нужно оказать помощь другому. Спасибо вам, Марина. Вот для вас ваша жизнь как-то разделилась до того, как вы вступили в это волонтерское движение добровольцы и после, и что изменилось? Ну, я расскажу и скажу, что волонтерство среди сотрудников отделения социального фонда по республике Саха-Якутии, это обычное дело, потому что еще до начала специальной военной операции мы по разным направлениям осуществляли волонтерство. И вот когда в 22-м году мы начали свою работу, сначала помогали своим землякам при штабе Якутии с тобой, осуществляли сбор средств, помогали формировать также и посылки, приходили, помогали формировать коробки с лекарствами, разбирали. Наше волонтерство начиналось с этого. Конечно же, были и сборы наши, добровольные средства, когда мы помогали и технопарку там шили, да, швей, мы знаем, что с тепловизора защитный. В общем, принимали активное участие. И вот летом, когда по WhatsApp, вот Светлана же рассказывала о том, что по группам шла массовая рассылка, приглашали волонтеров для того, чтобы помогать и вступить в волонтерское движение, мы просто пришли вдвоем со специалистом и стали смотреть, как плетут сети, в чем сущность и важность этого процесса. Мы поняли, что действительно, вот как Светлана говорит, что по ряду причин объективных, что мы не можем, да, приходить после работы, мы приняли решение у себя поставить во всех четырех зданиях у нас, да, располагается наше отделение. Соорудили стойки и посмотрели, нас обучили из волонтерского движения и стали активно принимать участие в плетении сетей. Это достаточно кропотливая и очень тонкая работа, потому что там есть свои технологии, нужно обязательно приобретать навык, поэтому и качество очень важно, потому что... Как будто бы для женских рук занятие, да? Не совсем для женских. Не совсем, это больше для мужчин, наверное, которые плетут. Да, больше для мужчин. Для того, чтобы натянуть там нужна физическое силу. Действительно. Расскажите, сколько времени нужно, чтобы вот эту вот одну сеть сплести? Это зависит от размера сети и от технологии плетения. И от материала. Вот мы, допустим, работаем на индивидуальные сети, то есть индивидуальная маскировочная сеть. Вот, я как экономист, мы рассчитывали изначально, то есть мы для себя поставили план, когда начинали плести, что не менее двух сетей в неделю, из расчета, что на одну сеть уходит восемь человеко-часов, но это изначально, когда начинали. Сейчас наш план четыре, не менее четырех, но иногда получается больше. Восемь человеко-часов, это восемь человек работает по восемь часов? Нет, восемь человеко-часов, либо восемь человек работает один час, либо один человек работает восемь часов. Но так как стойки имеют такое вот конусообразное, конусообразную форму, да, и сети натягиваются с двух сторон, то есть получается, можно одномоментом плести две сети, и можно начинать плести с двух сторон, то есть как бы на схождение. И тогда получается, что одномоментно могут работать четыре человека. И я хочу сказать, что это не отвлекает от работы. Люди делают это в обеденный перерыв, люди перестали опаздывать на работу, потому что они приходят пораньше, чтобы занять место устойки, чтобы сделать это. В принципе, мы же все взрослые люди, мы все знаем, у нас есть время на чай попить, перекусить где-то. Вот, выйти воздухом подышать. А тут здесь получается, то есть мы в это время делаем благое дело. И очень большой плюс от этого, что происходит общение, неформальное общение внутри коллектива. И, ну, это вот такое корпоративное сплочение, я бы сказала. Вот. Спасибо. Мария, вы сколько времени тратите на вот такое волонтерство? Знаете, я хочу еще раз представиться. Я с горячей линией 122 по вопросам СВО и частичной мобилизации. Наша линия начала работу с сентября 2022 года. Операторы работают в круглосуточном режиме. Поступают различные вопросы, в том числе по жизненным ситуациям, да, участников СВО и членов их семей. В том числе заявки на маскировочные сети, да. За указанный период, ну, то есть с сентября 2022 года, поступило около 200 заявок. Как посредник, да, между... Да, получается, мы эти заявки отрабатываем со многими волонтерскими организациями и очень активно сотрудничаем с волонтерским движением добровольцы. Хочу сказать, что мы получаем и обратную связь. Светлана всегда... Светлана и вообще добровольцы очень активно, оперативно реагируют на наши поступающие запросы. Например, буквально на днях они за сутки отработали большую заявку на 10 маскировочных сетей на большую технику. Эти сети уже там. Получается, военнослужащие очень благодарит. И также большую заявку отработали на окопные свечи. Поступил запрос, чем больше, тем лучше. Отправили 400, ну, вообще 15 ящиков даже, можно сказать так. Потому что это всегда пользуется спросом. Это что за? Окопные блиндажные свечи, на которых они не коптят. Потому что еще добровольческое движение, добровольцы, они следят за качеством сетей. Допустим, даже я вот сама была свидетелем. Если чуть-чуть там отличается цвет полоски, они переплетают, переделывают, проделывают опять заново большую работу. Если за качеством блиндажных свечей также следят, они их тестируют, чтобы не коптило. Ну, вот такие истории. И также, вот один военнослужащий недавно рассказал тоже, когда он здесь был в отпуске, как его буквально спасла от смерти маскировочная сеть. Он лежал в окопе, да, и его не заметил даже дрон. Представляете, вот буквально, и он говорит, что там пока лежал в окопе, он очень благодарил, молился за здоровье всех волонтеров. Можно я добавлю еще про окопные свечи, потому что отделение не только занимается плетением сетей, а вот из того количества сетей, которые сплели, 190 окопных свечей, сделанные руками специалистов отделения. Действительно, там необходима своя технология, и, конечно, уделяется внимание прям точному, да, вплоть до миллиметра, чтобы там фитиль был, и качество парафина, но мы делаем это из воска. И очень долгий процесс длительный, да, заливание, да, трудоемкие заливания, это делать очень сложно, поэтому я, конечно, благодарю вот специалистов, которые занимаются, один человек у нас, Игорь Юрьевич Бирюков, не могу его не отметить, который вот все эти 198 свечей отлил, но специалисты помогали формировать банки. В общем, работа такая ведется еще, да. Спасибо за учет. Спасибо за учет. Такие навыки, да, люди обретают вот так вот. Действительно, мы тестировали и закрывали маленькой закрытой комнате, чтобы не было, да, воздуха, и тестировали ее, чтобы она не коптила, потому что мы понимаем, что в окопе, где все закрыто, там ни гари, ни копоти, дым не должно быть. Дымок, огонек — это чья-то жизнь. Спасибо большое. У нас остается три минуты до конца эфира. Вдруг я что-то не спросила, но вы хотите об этом сказать, пожалуйста. Я бы хотела еще отметить работу своего коллектива и выразить огромную благодарность за сотрудничество, да, добровольцев Светлане, конечно же, и Линишне Архипченко, и всем коллегам, да, которые работают. И мы, конечно, будем помогать. Вот недавно мы к 23 февраля почти полтонны посылок отправили нашим ребятам туда на СВО для того, чтобы их поддержать. Какая помощь нужна сегодня волонтерскому движению «Добровольцы»? Ну, здесь, наверное, не помощь. Здесь нужно, наверное, как бы попросить всех, кто может принимать участие. Это не обязательно финансовая помощь. Нужны руки, нужны ваши сердца, нужно участие иногда для членов семей, участников СВО. Важно больше даже как бы чисто человеческое внимание, участие и соучастие, то есть сопричастность. Вот. Ну, а так, в принципе, по поводу помощи, ну, да, вот я думаю, что руководители организации могут задуматься о том, что это можно сделать не в ущерб себе, не в ущерб работе, и организовать это все вот... Мы, для примера, брали управление Федерального казначейства. Мы не сами придумали, что этим можно заниматься на работе. Мы изначально ходили в штаб волонтерского движения. Вот. Поэтому вот как бы ситуация такая. Ну, и когда мы работаем в своих организациях, люди, которые к нам приходят, они берут пример, они начинают участвовать. Вот у нас, например, очень многие недропользователи принимают участие, там, помогают. Вот ООО «Гидросфера» руководитель Федоров Алексей Альбертович помогает с закупом и логистикой вот этой специализированной ткани, которая противодроновая, термоизоляционная. Он ее закупает на заводе где-то в Перми, доставляет и вот представляет в штаб. Ну и так, если кто-то будет в центре города идти, «Каралинка-6» — это центр города, это общежитие, да, техникума связи, может зайти в рабочее время, да, и там какую-то информацию получить, спросить. Может зайти, позвонить в любой момент. Куда можно. Поэтому как бы у нас вот Светлана Архивченко, наш координатор, да, неравнодушное сердце. Идейный вдохновитель, и она нас, в принципе, всех направляет как бы. А еще также можно позвонить на нашу горячую линию 122, кнопка 4, добавочная, и узнать все контакты, если что. Уходим. Спасибо большое. Спасибо.